Ребят, всем привет, и с вами снова Мандрагор. Извините, что вот здесь вот тут будет так вот светить мне солнце, конечно, но, в общем, так получится, да, что я не солнце. В общем, у меня сегодня просто какой-то счастливый день, так как я получила вместо одной посылки целых четыре посылки, понимаете, целых четыре посылки. Я, короче, сидела дома, бабушка пошла там за покупками, и вернулась, принесла мне бумажку, где было написано то, что мне пришёл пакет. Типа, я прихожу, даю ей эту бумажку, а она возвращается не с одним пакетом, а вот с этими пакетами, и я такой спрашиваю, это мне? И она такая, да, это вам, типа, если хотите, могу забрать себе. Я такой, типа, не. И пошёл, короче, сразу домой, счастливый, просто пипец. В общем, сейчас будем открывать посылочки, и я вам покажу, что я себе заказал. Надеюсь, там только мои посылки, а то мало ли что, напутали, может. Ну, фамилии везде мои, так что не должно быть ничего. В общем, открывая первую посылку, я, кстати, думаю, здесь растяжки, кстати. Будем надеяться, что от растяжки я открыть не могу. Весит. Я не люблю такие пакеты, и хрен откроешь. Как бы открыть можно, но хрен откроешь. Только рыбать надо. Да, оторвалось. Блин, это так сложно открывать. О, открыла. Окей, это не растяжки. Офигеть. Короче, ребят. Да, какой это. Мне пришёл просто офигительный значок. Вот, такой вот значок. Блин. Это, короче, персонаж. Из-за него моя Геройская Академия, Тодороки. Это просто самый, по-моему, обожаемый персонаж оттуда. Там, конечно, есть ещё, как бы, персонажи, которые многим нравятся, но вот этот я просто очень много видела с ним всяких комиксов, манг и, ну, короче, рисунков. В общем, блин, с ним ничего только нету сейчас уже. Как бы, блин, я себе заказала вот такой. Там просто их куча было значков. Я еле выбрала вот такой вот значок. Мне должен ещё, кстати, один прийти, может, он здесь есть. В общем, блин, он такой классный. Это мой первый значок, по-моему, аниме. Ну, в детстве у меня были, конечно, но не прям такие. Они были очень маленькие. А есть прям такой большой. Просто посмотрите, он почти с ладонь мою. Я просто счастлива. Да, всё, я счастлива. Так, следующая посылочка. Такая же маленькая. У меня так получилось, что две маленьких и две больших. Ну, побольше. Я не могу понять, где её открывать. Наклейку просто открывать полностью. Зубами, зубами. Блин. Как всё сложно вот замудрено. Здесь не получилось мне порвать. Придётся тут рвать что-то. Нет, здесь тоже нет. Слушайте, как этот пакет открывается. Что за фигня. О, открыл. И там угол. А-а-а, понятно. Это, короче, у меня есть такая фигня. То, что если у меня садятся деньги, которые я не потратила на посылки, а я именно на посылки эти деньги трачу, типа, то я заказываю какую-нибудь ерунду себе. И, типа, ну, я, в принципе, доволен этой ерундой. И, в принципе, ну, что, деньги мне не пропадать, как бы, да. И, в общем, это вот такой вот пакетик. Тут у меня чокер, насколько я думаю. Просто я давно хочу себе новый чокер. Но, если честно, я до сих пор не могу себе заказать такой, который я хочу. И, в итоге, я заказала вот такой, типа, обычный такой. Я даже не знаю, как это называется, хорень. И, в общем, блин, здесь застежка очень такая слабая. И если за этим не пересматривать, то, скорее всего, оторвется, как смотрится на шее. Сейчас посмотрим. Она, кстати, очень туга. Это, с одной стороны, хорошо, с другой, нет. И я не буду на последнюю застегивать, так это будет уже удушение. В общем, вот так вот это смотрится. Но, так-то нормально, окей. Похожу пока так. Так, следующий уже вот такой пакетик. Его тоже не поняли, где открывать. Нет, здесь нет. То есть, ух, здесь крупный. А, во, я нашел, где открывать. Может, я этот аккуратно открою? Нет, неаккуратно. Так. Все. Я знаю, что это. Только один, да? Только один. Точно. Вот я не понимаю, нафига маленькую посылку вложить вот в такой пакет. Что в этом вот, для чего это, вот я не понимаю. В общем, ребят, это плаги на 10 миллиметров. Как вы знаете, у меня на 8 миллиметров стоит. Вот. Этот вообще, кстати, я думаю на 9. Так, как мне приходится 2 плага одевать силиконовый, сверху деревянный. А вот это вот на десятку я сейчас заказываю. Они тоже, по-моему, у нас силикон. Сейчас это мы проверим. Так, как силикон мне больше всего понравился. Но, правда, от него бывают чешутся уши. Ну, это у меня мои уши. Ой, если честно, я думаю, немножко по-другому будет. Они довольно-таки твердые, короче, плаги. Их просто вот так вот не сжать, ничего. Блин. Это даже разочарование. Вот цвет прикольный, да. Вот это я, короче, заказывала, когда у меня еще голубые волосы, наверное, были, не знаю. Но, в общем, нормально. Да, нормально. Вот плаги. Вот так вот они выглядят. Такие силиконненькие. Ну, твердые. Я думала, что они будут мягонькие. И вот, которые мне, вот, приходили вот эти плаги и вот эти. А, хотя нет. Вот здесь у меня, в общем, прикол в чем был. То, что вот когда мне пришли силиконовые и деревянные плаги, там прям была вот такая вот наклеечка, и на ней было написано 8 мм. Когда мне вот с растяжка улитка пришла, там было просто маркером, по-моему, написано. Где-то пакетик есть. Я там храню какие-то плаги. Вот. И как бы было написано. А здесь даже не написано, ребят. Как бы здесь вот только что-то на японском. А, хотя нет, ребят, вру. Здесь есть, но очень мелко, короче. Вот тут вот-вот написано 10 мм. И на японском что-то. Или корейском, или китайском. Я не знаю, что это за язык. Ну, как бы понять я смогу, но разбирать неохота. Мне лень. В общем, вот плаги. Последняя посылка. Будем надеяться, что там мои плаги с реком и морти, так как я себе их заказывала. Но это навряд ли они. Не знаю, что там ждать. Но чувствую, там тоже плаги. Пакетик, кажется. Это когда ты сохраняешь пакетики, а они, скотина, рвутся, как будто на взвод. Я вообще не понимаю, как их открывать. Что за фигня, ребят? Как открывать? Что-то открывается. Что-то открывается. Открывайся. И я опять не так открыла, как хотел. Ну, не река и морти, но тоже плаги, да. Тоже ничего нет. Все. Тоже силиконовые. Вот такие вот. Я просто их очень хотел. Я очень хотел себе летом белые плаги. Я даже растяжки себе, кстати, заказала. Но они почему-то не пришли. Почему всегда так? Плаги приходят впервые, растяжки. Вот. Если я их буду ждать столько же, сколько я вот этого ждала, я продавцов просто убивать буду, когда заикаешься. В общем, вот такие плаги, они, кстати, такие же по материалу, такие же твердые, такие же силиконовые. Не знаю, мне нравится их кусать. Мне в голову возбрела мысль их покусать. Я покусала. Ну, в общем, такие же, кстати, они твердые, реально. По-моему, даже твердые. Ну-ка, сейчас проверим. Сейчас я проверю. Проверечку решила сделать. А, хотя нет, ребят, слушайте. Короче, они вот эти вот, они мягче слегка. Вот. И у них бортики плавные, кстати. Вот в этом плюс я люблю, вот когда бортики плавно переходят. Вот у меня у деревянных они тоже, по-моему, плавно переходят. Где у меня деревянных? Мой подбородок, извиняюсь. У меня вот здесь, короче, плаги мои хранятся. Так, вот моя деревянная. И у неё нет. У неё не сильно плавно, но не так резко, как вот тут вот. То есть здесь просто прямо идёт и всё. А вот здесь вот прямо, прямо вот плавненько. Вот сейчас покажу, как-то я не знаю, показать. Надеюсь, это вам видно, понятно, что, типа, где какой переход. Вот. И как бы они мягче, чуть-чуть. Чуть-чуть мягче. Так, теперь я хочу их сравнить даже, насколько они реально что-то там. Реально что-то там. Так, я вот так присланиваю. Блин, они реально такие большие. Вот тупо вот сравните. Ай, по носу треснуло. Так, в общем, вроде видно, так. В общем, вот, просто сравните, насколько они отличаются от друг друга. Блин, я по носу все тресну. Не люблю себя по носу бить. Да. Потому что потом серёжка чешет нос. Почихать охота. В общем. Эти тоже такие, значит, должны быть. Да, да, такие. В общем, блин, плаги, конечно, прикольные. Но, почему-то вот мне не приходят плаги именно с Риком и Морти. Вот, которые я заказывала уже после своего дня рождения, по-моему, я заказывала. Блин, я не помню. Ща подождать. Ща посмотрим. Короче. Когда я это всё заказывала. Я заказывала, ребята, 27-го числа, в феврале. У меня здесь, короче, вот такой вот листочек, где я записывала, какую посылку я заказал. И сзади я подписала, на какую сумму, вот, на какую сумму и число. Я не буду говорить, на сколько я заказал. Вот. Вот, но на большую сумму, да, на большую. Для меня большая сумма. Вот. Из этого мне пришёл внучок Кремия. Так. Тодороки. Да, вот, Тодороки мне пришёл внучок. Потом Чокер мне пришёл. Мне ещё должен септум, кстати, прийти. Он так до сих пор не идёт. Потом растяжка, улитка. Мне тоже не пришёл. Вот, плаги силиконовые, голубые и прозрачные. Почему-то, вот, кстати, даже вот, когда на Алике себе, когда я на Алике себе заказывала вот эти вот плаги, там было написано, что прозрачные, но даже на фотографии было видно, что они не прям прозрачные. Вот. Как бы, то есть я этого ожидала. То есть они не прям белые. Но, блин, для меня это как будто белый цвет, вот, реально. Я вот не понимаю, что тут прозрачного. Ну, может, реально прозрачный, но, блин. Нога затекла. В общем, силикон голубой. Вот, это голубой, типа, да. Я вот не понимаю, какой это голубой для меня. Это зелёный. Дальтоник какой-то. Это вообще... В общем, если я смогу, я оставлю все ссылки, то, что я заказывала, то, бишь, вот таких вот лажек. Вот. Напишите, кстати, в комментах, вот реально это, типа, прозрачный такой, или можно считать, что это, типа, белое. Я просто не знаю. Потом вот чокер такой вот. Он очень дешёвый, ребят, кстати. Вот чокер, я даже могу прямо сейчас сказать, цены, то, что вот мне пришло. Чокер стоил, вот, который у меня на шее 12 рублей 88 копеек. Это очень дёшево. Я не знаю, где можно у нас в городе купить чокер за 12 рублей. Но даже если ты его сам будешь делать, навряд ли ты сделаешь вот всё вот это вот, как бы за 12 рублей. Тупо нет. Потом плаги, силиконовые, голубые, 35 рублей. И прозрачные, 35 рублей, но по копейкам немножко различаются, конечно. Вот. Значок-то дороги. Вот этот. Мой любимый значок теперь. Сколько ты стоил? Так. Тут как-то... А, всё пони... Нет, не понятно. А, не, всё понятно. Тупим. Окей. Где-то 41, по-моему, рубль, да? Да, 41 рубль, короче, я так понимаю. Но почему-то сверху у меня написано 25,76. Я не понимаю, откуда эти цифры взялись. Попало, что написано 41,35. 41,35, короче, рублей. Стоит вот этот значок. И, в общем, все ссылки будут в описании, так что вы можете купить на Алике вот такие вот штучки. Ну, в принципе, вот эти вот плаги, это классно. То, что такие плаги дешёвые, силиконники есть. Кто вот, кстати, если вы не можете найти деревянные силиконы... Ой, деревянные плаги. Блин, ребят, самые дешёвые я вот купила, вот реально. Они стоили где-то 70 или 80. Это самый, по-моему, дешёвый, который я нашла. Именно вот такого дерева, как бы, потому что... Мне больше всего нравятся плаги из дерева тёмного. Я вообще люблю по жизни тёмные деревья. Я не люблю светлый оттенок дерева. Если, конечно, там Будда не нарисован будет. Я думаю над этими плагами, заказать себе, но пока не знаю. Вот. А такие плаги, как бы, ну... И они очень дёшево мне обошлись. Но если вы не знаете, сколько у вас будут плаги, то знайте, чем больше размер, тем они будут дороже стоить. Это везде, по-моему, так. Так что для начинающих, кто будет растягивать, то, ребят, вам надо, как бы, искать самые дешёвые. Я вот лично ещё, реально, я ещё всегда самые дешёвые плаги. И вот самые дорогие у меня это Рик и Морти будут. Насколько я помню. Потому что дороже их, я, по-моему, ничего не заказывала. Они мне обошлись где-то сто с чем-то рублей. То есть, вот, по сравнению с деревянными, Рик и Морти, они дороже будут. Нет. Да. И в итоге мне ещё должны прийти... Три... Четыре... Пять. Пять ещё посылок. Пять посылок ещё должно прийти. Так что будем ждать. И надеяться, что они скоро придут. Вот. Я, если честно, просто благодарю тех, кто посмотрел уже прошлое видео. Так как просмотра, в принципе, нормально уже набралось. Вот. Я думала то, что вообще никто не станет смотреть. Особенно, где идёт час с чем-то. Вот. Я думала, что никто не станет смотреть, так как очень долго идёт видео. Ну, я надеюсь, оно вам понравилось, так как я там откровенничаю на всякие секретики. В общем. Ждём, когда придёт растяжечка. И если под этим видео и на следующем наберётся хотя бы лайков пять, то я прям на камеру буду растягивать свои уши. И потом, может быть, даже одену какие-нибудь плаги. Посмотрим. Всё зависит от вас. Да. Так что, до скорых встреч. С вами был Мандрагор Маракс. И до скорого.